Впереди планеты всей по количеству музыкальных номеров Росгвардия. Бойцы выпускают клипы к памятным датам. И вот, например, напоминают о том, что их служба опасна и трудна. Мы вновь ведем полицейские ножа по острым граням контр-операции. Но горделиво вышагивающий под звуки армейского хора СОБР далеко не все, на что способны росгвардейцы. Конечно, основное их призвание контролировать людей в местах их большого скопления. Поэтому в новогоднем ролике бойцы отправляются на елку и даже никого не задерживают. Это довольно неудобно, когда все вокруг на коньках, а ты в ботинках пытаешься не поскользнуться, исполняя главный хит гей-коны Джорджа Майкла. Ансамбль песни и пляски войск Национальной гвардии, конечно, звезды среди силовых музыкальных коллективов. Именно они еще до ребрендинга, будучи хором МВД, сделали кавер на гет-лаки французских электронщиков Daft Punk. Вы, наверное, помните, сначала все лето из каждого утюга доносился оригинал, а потом все начали посылать друг другу ссылки на ютуб с хором. Кавер пользовался такой бешеной популярностью, что хору пришлось выступить с ним на «Что, где, когда» и еще на открытии Олимпиады в Сочи. Но не раз гвардия единой. Тем более тут все же профессиональные музыканты. А клипы силовиков решают не только развлекательные задачи. Вот, например, рекрутинг от бурятского управления Федеральной службы исполнения наказаний. Видео из Бурятии вообще изобилуют просто потрясающими рифмами. Вот, например, четко идет с расстановкой эта борьба с уголовкой. Призывы вступать в ряды всиновцев всю неделю активно расшаривают в соцсетях. Но далеко не все силовики поддерживают креатив коллег. Я к этому отношусь негативно, потому что считаю, что люди, которые находятся в государственной службе, особенно в таком ведомстве, конечно, или рэпы, или джазы и так далее, наверное, это неуместно к тому, что они хотят показать. Если они такие креативные люди, то, наверное, надо выступать на каких-то других подмостках, уходить из госслужбы. Но, например, судебные приставы через интернет решают рабочие вопросы. Они обращаются напрямую к должникам и требуют заплатить по счетам. Запретом выезда за границу тут, похоже, уже никого не напугать. Штраф ГИБДД, услуги ЖКХ, кредиты и налоги ты оплатил. И это не первая попытка приставов призвать должников к ответу. Как несложно догадаться, в конце этого клипа доблестные сотрудники управления задерживают должника и увозят в микроавтобусе. Один вопрос остается без ответа. Почему в качестве музыкальной основы российские приставы используют песни украинских групп? По-моему, пародии «На тает лед» на самом деле было несколько. То есть это была целая волна, и как была там, не знаю, satisfaction, когда там одни курсанты переснимали для других курсов, поддержку других курсов, ну и так далее, и так далее. То есть подобные штуки, они как бы развиваются волнами. То есть вот кто-то один запускает, это превращается в целую такую волну, как бы хороший способ каким-то образом заявить о себе в каком-то типа модном интернет-контексте. Должники, впрочем, готовы к ответу. Дети голодают у нас в городах, пенсионеры просто в слезах. Работы нет, цены растут, поет инициативная группа. Им лишь бы дай, плати, плати, чиновники страну до бедности свою довели. Но дальше всех пошли сотрудники ФСБ. Вот уже 13 лет ведомство выручает премию за лучшие произведения литературы и искусства о своей работе. Тут все на широкую ногу. В разные годы премию получали и прекрасная няня Анастасия Зворотнюк, и Лев Лещенко, и Олег Газманов. Правда, награда так и не нашла автора самого популярного неофициального гимна ФСБ «Лубянка». Давайте выпьем же, мужчины, за тех, кто служит в ФСБ, за тех, кто служит в ФСБ.